МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, в эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Павел Танин и в этом выпуске. Трудоустроили 2000 якутян. Проект местные кадры промышленности помогает жителям Якутии найти работу. Неизвестные работы в Москве обнаружили ранее неизвестные картины Петра Романова. По морозу на велосипеде французский путешественник решил отправиться до полюса холода на двух колесах. Якутия в десятки регионов, где рост инвестиций составил почти 40% в реальном выражении. Об этом сказал Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов. На встрече принял участие руководитель региона Егор Борисов. Повышение инвестиционной привлекательности регионов президент России назвал одним из ключевых направлений работы, так как это ведет к запуску новых производств, созданию новых рабочих мест и повышению доходов граждан, что является важнейшим приоритетом. Многое в инвестиционной динамике зависит от региональных управленческих команд. Так, на фоне кризиса объем капиталовложений за последние три года в целом по стране несколько сократился, а именно на 7,9%. При этом в 21 регионе, напротив, зафиксирован рост инвестиций в основной капитал. Причём в 10 лучших субъектах этот рост составил почти 40% в реальном выражении. Я назову эти регионы. Это Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская области, Ленинградская область, Мурманская, Тульская область, Якутия, Кабардино-Балкария и Малойнецкий округ. Промышленные компании создают рабочие места. По проекту «Местные кадры в промышленность» пять крупных добывающих предприятий трудоустроили более двух тысяч якутиян. Проект запустил руководитель региона в начале этого года с целью удовлетворить кадровый спрос в промышленных отраслях за счёт местного населения. Тему продолжит Любовь Васильева. Проект «Местные кадры в промышленность» будет одним из основных направлений работы по трудоустройству якутиян в год занятости населения. В этом году крупные компании-недропользователи «Колмар», «Якутуголь», «Эльгауголь», «Алданзолото» и «Золото Селегдара» трудоустроили 2240 якутиян. В статистике кадровой потребности в республике лидируют рабочие профессии в промышленности и строительстве. Спрос на рабочие кадры сохранится до 2030 года. Компании нуждаются в водителях БелАЗа, погрузчиков, машинистах техники, автогрейдера, эскаватора, автокрана, буровой установки, виброкатка. Необходимы слесари по обслуживанию и ремонту оборудования, электрослесари. Наибольшее количество участников проекта «Местные кадры в промышленность» трудоустроены в управляющую компанию «Колмар» главного резидента ТСР Южная Якутия. Среди них Альберт Андросов из Татинского района. Он с мая месяца работает в «Колмаре» водителем погрузчика. Узнав о свободных вакансиях, Альберт через районную службу занятости отправил заявление и прошел отбор. Хорошо, когда молодежь идет в промышленность, есть возможность зарабатывать. Зарплата достойная. Сам город нерюмкий, красивый, молодой. Сложностей особых не встретил. Если умеешь ладить с техникой, все задачи выполнимы. Здесь молодых людей из сельских местностей много, из Татинского, Ушалданского районов. Гавриил Александров был строителем и, видя перспективу, перешел в промышленность. Через центр занятости он несколько раз прошел курсы обучения на водителя Белаза. В этом году получил диплом на 131-тонный самосвал. В этом году я учился в Нерунгре, через центр занятости. Там закончил хорошо. После нового года должен я этот вызов жду. Заработная плата в промышленных компаниях в среднем составляет 75 тысяч рублей. В Ольгауголь на вахтовую работу до 120 тысяч рублей. В золото Селегдара 90, в Якутугле 70, в компании Алдан Золото 50 тысяч. И в Колмаре 40 тысяч рублей. В основной упор мы делали по курсам на производственные предприятия, на промышленные предприятия. В основной мы обучаем по работе специальностям и по выгодному услуживанию населения. Действие проекта рассчитано до 2019 года. И за этот промежуток времени необходимо трудоустроить более 10 тысяч местных кадров. С начала года мы расширяем этот проект. В этом проекте будет уже не 5 компаний, а 20 компаний. Это компании, которые расположены в Тампонском районе, Аймеконском. Это нефтегазовый комплекс. Рынок труда в промышленности и строительстве показывает, что в республике работают много кадров из других регионов России и иностранных граждан. Поэтому замещение внешней рабочей силы является приоритетом. Будет активизирована профориентационная работа и пересмотрена система образования республики. Готовить специалисты будем в соответствии с потребностями отрасли экономики. Поэтому задача повышения престижа рабочих профессий по-прежнему важна. В данное время в районах республики ведется паспортизация уровня трудоспособности населения. Со следующего года на площадках промышленных предприятий будут работать стажировочные центры. А также будет оказано содействие в переезде людей из сельской местности и северных районов. Любовь Васильева, Георгий Григорьев, районные филиалы, НВК Саха, Якутск. 61-летний велопутешественник из Франции решил покорить Якутию и планирует сделать это на велосипеде. И в Шалуан начал свой путь с Амурской области, конечная точка маршрута, полюс холода, Аймекон. Что сподвигло французов в столь рискованное путешествие, узнавала Анисия Миронова. И в Шалуан еще не достиг своей конечной цели, но уже столкнулся с проблемами. Велосипед Ива не выдерживает северных холодов. Уже пять раз шины велосипеда сдувались по дороге, но трудности он мужественно преодолевает с помощью местных жителей. После небольшого ремонта Ив намерен продолжить путь до Аймекона, до которого он уже мечтал добраться пять лет. Для него это вызов самому себе и своим возможностям. Это мое седьмое путешествие на велосипеде. Сейчас я заинтересован с технической стороны путешествий. Это безусловно сложно из-за гор, дорог и холодных условий. Я люблю спорт. Ива поддерживает и сопровождает во всех его путешествиях жена Оливия. Пара уже побывала вместе в велопутешествиях семь раз. Но в этот раз она решила воздержаться от участия в столь экстремальном путешествии до полюса холода. Она все же рядом и морально поддерживает мужа. Его мечта – добраться до Аймекона и, может быть, до Магадана. Я знаю, что это очень сложный путь, и ему нужна помощь, поэтому я здесь для организационной и моральной помощи. Я родом из жаркой Колумбии, поэтому для меня это слишком сложно. Снаряжения, купленные во Франции, тоже оказались не приспособленными для сурового якутского климата. Иву было необходимо покупать дополнительную экипировку в Якутске. Для продолжения моей поездки мне нужно быть налегке, поэтому я решил убрать дополнительную коляску, которая весила около 15 килограмм. Здесь у меня находится еда и посуда. В этом мешке у меня находится шкура оленя. Я ложу ее под палатку. Здесь у меня два спальных мешка. Реакция мимо проезжающих водителей сослов Ива всегда положительная. Куда хотите доехать? И куда конечная остановка? Якутск? Да, и может быть Омекон. Молодцы, уважаю. Счастливо. Ив Шауан планирует добраться до Омекона в начале февраля, по пути сделав остановку в Хандыге. Анисия Миронова, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск. Компания ЕТЭК сэкономила якутянам почти 650 миллионов рублей, реализуя программу ЭКОГАЗ. Многие жители Якутска заметили, что на главном офисе компании не так давно появилось электронное табло, на котором отображается количество сэкономленных денег. Наша съемочная группа выяснила подробнее, откуда взялась такая экономия. На табло отображается сумма сэкономленных средств при переходе с бензина на ЭКОГАЗ с начала реализации этого проекта с декабря 2015 года. В настоящее время сумма сэкономленных средств составила более 643 миллионов рублей, и этот показатель ежедневно увеличивается. Переход на газ – это в первую очередь экономия, ну и безусловно экология. То есть сокращается количество выбросов, ну а самое главное, конечно же, сокращается расходы. То есть сокращаются расходы по сегодняшним ценам более чем на 50%. Весной 2017 года ЕТЭК открыл в Якутске первый авторизированный сервисный центр по установке газобаллонного оборудования. ЭКОГАЗ-сервис – единственный сервис в республике, чьи мастера прошли обучение непосредственно у производителя оборудования «ЕРОПГАЗ» в Польше. В рамках обслуживания предлагается весь комплекс работ по переоборудованию автомашины. От устной консультации о возможном типе устанавливаемого оборудования и до его техобслуживания. Также выдаются документы для регистрации в ГИБДД. Имея дешевый ресурс, который здесь на месте производится и выпускается, платить в два раза больше, то есть и платить за пределы региона, то есть, ну это с нашей точки зрения, наверное, ну нелогично и неправильно. Благодаря максимально полному сгоранию снижается количество вредных выбросов в атмосферу практически вдвое. Что же касается экономии, стоимость литра газа на заправках ЕТЭК составляет 22 рубля. При росте цены за литр бензина этот вид топлива будет оставаться почти в два раза доступнее. Любовь Васильева, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск. И последнее. В Москве в старых папках якутского художника Льва Габышева обнаружили ранее неизвестные рисунки первого профессионального художника из народа Саха Петра Романова. Подробнее об этом расскажет Галина Кутугутова. Петр Романов был первым художником, создавшим образ эпического героя из Алан-Хо. В конце 30-х годов Петр Петрович работал над иллюстрациями Калан-Хо-Нюркун-Батор-Стремительной Платона Аюнского. Но Платон Алексеевич был арестован в 1938 году и работа над иллюстрациями тоже была приостановлена. Позже Романов переработал эти рисунки Калан-Хо-Мюльдью-Сильный Дмитрия Говорова, изданном в 1938 году в Москве. Оригиналы рисунков считались утерянными до сегодняшнего дня. Когда находишь какие-то произведения художников, живших в прошлой эпохе, или же предметы искусства прошлого времени, это всегда радость. Потому что в нашем современном мире, в таком очень быстром, динамичном, редко находятся такие вещи. Обычно они хранятся в семьях, как какие-то родовые ценности. И поэтому вот каждая находка – это большая радость для музейного собрания, для музейных сотрудников. Рисунки имеют дарственные надписи «Лёви Габышеву» от Петра Романова и датированы 1951 годом. В декабре 2017 года генеральный директор нашего музея, искусствовед Ася Львовна Габышева, съездила в Москву на командировку и встретилась с семьёй якутского художника-живописца, бывшего директора нашего музея Льва Михайловича Габышева. Во время научно-исследовательской экспедиции в Москве были найдены четыре уникальных рисунка первого профессионального художника из народа Саха Петра Петровича Романова. Научно-исследовательская экспедиция в Москву завершает цикл экспедиций 2017 года. И найденные рисунки пополнили фонд Национального художественного музея. Рисунки первого профессионального художника из народа Саха Петра Романова, ранее считавшиеся утерянными, найдены. Эта уникальная находка имеет огромное значение для изобразительного искусства Якутии. Галина Кутугутова, Василий Слебцов, НВК Саха, Якутск. Вот такими событиями нам запомнится уходящий день, а о том, что будет дальше, как всегда, расскажет Якутия. Я на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok